Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука, 6 августа. Вот поменялись у нас действующие лица на столе. Только что я рассказывала про ладошку, которая очень крупная, очень хороший томат, но мало семян. До этого рассказывала про дрова, которые похожи на казанову, похожи на жигалу, но меньше казанова, такие как рубленые. Этот сорт интересует очень многих. Тут у нас появились теперь совсем два разных сорта. Смотрите, Нижегородский кудяблик, номер 719, вот желтенький, и 404 Гарвардсквер. Ну где-то он указан как Харвардсквер, где-то как Гарвардсквер. Совершенно два разных сорта. Один вот этот сибирский маленький крепыш, мелкий, а другой вот этот американец, экзотический полосатик. Сейчас буду про них рассказывать. И хочу начать, конечно, вот с этого экзотического полосатика, потому что такие томаты необычные меня манят, как магнитом. Вчера, когда во время массового сбора, я показывала в лотке вот такие, 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 и про этого сказала. Говорю, а эти зеленые как лягушата. Это сорт новинка, и я даже не знала точно, с какой он страны, как он, характеристики его. И вот теперь, когда я все о нем узнала точно, я его идентифицировала, сравнила с фотографиями на других сайтах, я могу вам о нем рассказать. Это номер 404 у меня будет. Как я уже сказала, где-то Гарвардсквер, где-то Харвардсквер. Американец из США. Он позиционируется, как очень урожайный сорт томата, среднеспелый, высокорослый, конечно, это индотерминатный, потому что почти все томаты, которые вот такие вот большие, крупные, они обычно имеют высокий куст. Указано, что масса 300-400 грамм, и про него пишут, что это очень вкусные сладкие томаты. И вот смотрите, как он выглядит. Конечно, вот это очень необычная, красивая окраска. Сразу его как отодвигает в разряд экзотов, потому что для нормальных томатов, которые или красные, или розовые, или желтые, вот такая окраска необычная. Что-то он напоминает, вот напоминает и странную вещь девушке, и, например, вот черные полосы в этом году я описывала. Но там другие, другая палитра краски. А это какая-то разнообразная, вот и зеленая, и бронзовые полоски, и какие-то оливковые. Вот по расцветке он, кто смотрел видео, вспомните, он напоминает вот этот летящий, мятежный, звездный истребитель ведущий. Вот был у меня. Но только тот сердцевидный, а это вот такие плоскоокруглые. Сейчас я посмотрю, какой он на разрезе, но уже я могу сказать заранее, что сколько бы не ела я вот этих полосатиков экзотических, все они отличаются очень хорошим вкусом, то есть они сладкие. И главное дать им вызреть. Вот про этот томат я долго не могла понять, когда же он поспеет. Вы видите, что преобладание зеленого цвета. И его к зеленоплодным не отнесешь, потому что он все-таки полосатый, это бикалор. И попробовали вчера, потрогали, но вот мягкие они уже, вот смотрите, вот почти полностью зеленый, начинаешь, когда он даже продавливается. Это вот, отпечатки-то я его давила, все пробовала, поспел, не поспел, поспел, не поспел. Оказалось, что они уже спелые, но они вот такие и есть зеленые. Сейчас я возьму ножик, разрежем, будем его пробовать. Вообще везде про него пишется, что мякоть должна быть сочная, маслянистая, на разрезе многоцветная. Ой, тут звезда. Ну, калейдоскоп. И видите, он какой, как бы, как бы вам сказать-то. Вот помните, Джала Санта я описывала, что мякоть такая прозрачная, когда полностью вызревшая, она прозрачная, как желе. И видно уже, что он очень сочный, если предыдущая ладошка, помните, я говорила, а особенно дрова, дрова, когда разрезала, я вам говорила, что там большое содержание сухих веществ, а вот это нет, это наоборот сочный. Сейчас, дождите. Да. Вкусный. Ну, тут уже по внешнему виду мякоти, кто понимает, кто знает толк в томатах, он понимает, что вот такой томат, конечно, очень хороший. Ну, немножко, чуть-чуть кислинка есть. Мякоть сочная, именно, что не сухая, сочная. Такая какая-то, знаете, маслянистая. И видите, что даже при созревании некоторых вот разрежешь странную вещь девушке, вот так, или полосатый шоколад разрежешь, и там малинова. А это даже при созревании, вот видите, вот специально перезрела и взяла, он уже как желе, он все равно желтовато-зеленый. Ни красных, ни малиновых тонов здесь нет. Вот это такой необычный, экзотический полосатик, номер 404, Гарвард Сквер. Сверху. Сверху.